Козырев онлайн В сопровождении министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко Президента FIFA Йозефа Блаттера и итальянского футболиста Фабио Канаваро Сделано это было с соответствующей помпой Космонавты на МКС дали обратный отсчет Особенно мне понравилось, как они делали 5-4, выбрасывая бумажки в воздух И в невесомости эти бумажки медленно, как будто с точностью блестящей компьютерной графики Уплывали от них вдаль, за спину И потом показали то, что вы сейчас видите на экране прямо за моей спиной Надо сказать, что открытие этого логотипа вчера вечером вызвало, как обычно, всплеск эмоций И такого интернет-остроумия В сетях очень много всевозможных пародий Реакция неоднозначная Так что давайте в ближайшее время мы обсудим, какие эмоции вызывает этот официальный логотип Главного мероприятия за предстоящие несколько лет К которому все сейчас будет заточено и ориентировано Что о нем думают как специалисты в области спорта, так и специалисты в области дизайна Ну а дальше мы, конечно, покажем вам наиболее удачные и остроумные фото жабы, которые были созданы со вчерашнего дня А напоследок я предложу вам мой собственный вариант логотипа для чемпионата мира 2018 года Первым присоединяю к нашей дискуссии доброго старого приятеля Предподавателя британской высшей школы дизайна Диму Карпова Дмитрий, добрый вечер Добрый вечер, Миша, добрый телезритель Должен сказать, что история британской школы дизайна и телеканала Дождь переплетается очень плотно Я помню те дни, когда вы сутками напролёт здесь сидели и разрабатывали логотипы и имиджевое оформление наших программ Как давно это было, Дима? Мне кажется, года три, наверное, прошло Но от самого запаха краски, который был в этом офисе, когда вы все только въехали Собственно, тогда мы и познакомились, когда запускался этот проект И сейчас тот этап, на котором находится Дождь, как телеканал, Британка, вся страна на каком-то этапе находится И даже чемпионат на каком-то этапе находится То есть мы сейчас все в какой-то одной точке собрались Да, но первая твоя реакция на то, что ты увидел, когда открыли и представили нашему вниманию логотип чемпионата мира 2018 года Скажи, поделись Если честно, так получилось, что я его увидел немножко раньше до презентации В силу определенной специфики моей работы То есть я видел какие-то презентационные материалы и какие-то промежуточные вещи Не в том плане, что со мной как-то консультировались Но, в общем, я видел эту работу в ее рабочем варианте Ну, в предварительном И я могу сказать, что мое первое впечатление, конечно, оно было достаточно сдержанным Ну, то есть я могу сказать, мы же все как-то себе это представляем Потому что мы понимаем, что футбол это больше, чем просто спорт в стране Это фактически идеология И мне кажется, тренер, который сможет привести команду страны к победе в чемпионате мира Вполне может рассчитывать в победе в президентской гонке в ближайшей перспективе Мне кажется, у него все есть шансы Главное, чтобы он был гражданином Российской Федерации Вот Поэтому графически, графически и технически У меня эта работа вообще не вызывает никаких нареканий Она технически выполнена неплохо Шая только часть Вот это вот Россия 2018 У нее, конечно, есть ряд к ней Ну, там, ну, таких технических, типографических претензий Но мне тут подсказывают френд-лента в фейсбуке, что еще Илья Рудерман будет у вас на камере вечерком Я так надеюсь, думаю, что вы его ждете Да, у Ани Мангайт будет в новостях, да Да, так что я думаю, чтобы дважды не повторяться по поводу шрифтовой части Это точно его территория здесь может достаться Но мне кажется, здесь именно по характеру То есть характер такой национальной самобытности в графемах, в буквах, в литерах Она здесь присутствует, она, конечно, есть Но именно по массе, по написанию она бы могла бы поддержать этот кубок Здесь что интересно, да, вот на что я сразу смотрю Что с точки зрения, вот, ну, там, концепции, с точки зрения идеи, да Мы сразу понимаем, вот есть федерация И у федерации свое правило по поводу оформления, да То есть это обязательно должен быть некоторый контур кубка всем известного Забрендировал И уже все национальные атрибуты страны Культурные атрибуты страны Они как бы вплетаются в эту фигуру Поэтому в данном случае какого-то концептуального прорыва Здесь точно не стоило ожидать И его не произошло И когда ставили там позавчера, вернее, вчера вечером, да, публично То, конечно, какого-то, ну, такого большого сюрприза не было Поэтому технически к нему нет претензий То есть это должно быть, как я понимаю, это должно быть в любом случае вписано в контур самого кубка В этом должен быть элемент округлого спортивного снаряда, вокруг которого построен футбол, то есть футбольного мяча А вот уже внутри интерпретации, сочетания вот этих двух элементов, они остаются на творческий поиск дизайнеров Правильно я понимаю? Да, да, да То есть я думаю, что, ну, там, задача подобным образом ставилась И когда я говорю... Так, Дима, ты прервался на секундочку И когда... начни, пожалуйста, и когда я говорю... Потому что мы тебя перестали слышать Дима? То есть в нем очень сложно Дима? Половик Я напоминаю вам, что у нас сейчас в эфире преподаватель британской высшей школы дизайна Дмитрий Карпов Который анализирует создание презентованного вчера всей стране логотипа чемпионата мира 2018 года Который вызвал самые разные отклики И чем полезно то, что сейчас объясняет нам профессиональный дизайнер Это вот от чего, от каких установок нужно было отталкиваться Дима, мы тебя на минуту потеряли Поэтому начни, пожалуйста, с того момента, когда ты говоришь Когда я говорю? Да, это технические аспекты, которые я считаю, что здесь достаточно хорошо получились Это то, как это будет в печати и реализовано в разных материалах То есть элементы всяких скруглений, небольших деталей Они хорошо воспроизведены и пленкой, и различными нанесениями, и ингрейвингом в металле То есть они легко реализуемы в совершенно разных носителях, которые предполагает чемпионат мира А это тоже должен быть важный фактор на уровне еще дизайнерского решения, да? Конечно И еще сильный момент, допустим Если я сейчас выйду в любую аудиторию, спрошу студентов Что вам запомнилось у этого знака Они вспомнят эти три голубые и синие глаза космические Такое вот, ну какое-то ощущение глазастого такого инопланетного какого-то существа С красной, наверное, бородой какой-то Ну то есть совершенно, ну какой-то с точки зрения идентичности, с точки зрения узнаваемости Знак тоже хорошо работает То есть я не говорю о его позитивных моментах Можешь предположить, как формулировался на это задание, на задание дизайнера бриф То есть, объясняю нашим зрителям, которые не в курсе дизайнерской или рекламной терминологии Бриф это короткая сформулированная тезисно задача, от которой должен отталкиваться в осуществлении заказа дизайнер Я думаю, что реализовать в знаке национальную самобытность, культуру народов Российской Федерации Ну то есть я думаю, что вот эти вот вещи, принимающие стороны, да, принимающие стороны футбольного чемпионата Потому что ровно то же самое мы видели в Бразилии, ровно то же самое мы видели в оформлении чемпионата, который проходил в Украине Ну то есть эти все аспекты, они всегда присутствуют, национальная самобытность, некоторый мотив И здесь что хорошо? Мы видим там некоторые такие эстетические мотивы, да, связанные с там национальными художественными промыслами Это очень нам напоминает Это где ты видишь их? Я просто искренне спрашиваю Ну то есть если мы возьмем основание, да, вот это вот ощущение золота и красного, бордо такое, да Да, это вот прям чуть ли не буквальные, ну там принятые там росписи Это может быть там городецкая роспись, например, да Хохлома Сувенирные ложки, обязательно хохлома, допустим, да, то есть хохломская роспись То есть это сочетание золота и красного, вот это, да? Да, да, это абсолютно вход вот в эту, ну такую нишу, да И я могу так сказать, что, ну как бы то исследование, которое показало агентство Там достаточно большая была презентация, я ее там полностью не смотрел Но многим даже отечественным агентствам им полезно посмотреть, как западное агентство показывает то, что они, ну, принято называть профессией ресерч, да, то есть исследование То есть как они исследуют, глядя со стороны, ну нашу эстетическую культуру Там достаточно много было вещей, которые нам хорошо известны И для нас лично считаются абсолютным клише таким Ну то есть эти же ложки, эти же Гагарины, эти же Циолковские, ну научный потенциал, который есть там у страны Эстетика связанная там с советской армией и атрибутика, да, там, ну присущая там советской России, да, Советскому Союзу То есть да все эти вещи они внимательно посмотрели Если посмотреть вообще это португальское агентство, то у них, конечно, много именно хорошо сделанных таких спортивных знаков, логотипов и систем, да, идентификации Брэндия Централ называется это португальское агентство, которое известно целым рядом логотипов И, например, в частности, латиноамериканский чемпионат по футболу, который в 2015 году должен пройти Копа Америка Чили и европейское первенство по баскетболу, которое должно пройти тоже в будущем году Они разрабатывали логотипы для этих соревнований То есть они профи именно вот в этом направлении Глобальные логотипы для спорта Да, собственно, и выбор их, ну, абсолютно очевиден Особенно с точки зрения логики чиновника, да Чтобы понимать, да, что линия принятия решений в данном конкретном случае То есть это мы с тобой понимаем и наша аудитория, что футбол больше, чем футбол для страны Это определенное символическое пространство Символическое пространство побед, надежд, поражений, вложенных ресурсов, праздника Ну, то есть огромное количество вещей, которые, собственно, футбол и представляет Но в выборе подрядчика, назовем его так Здесь, конечно, абсолютно рационально разложили все, что могли сделать в стране Увидели, что именно в этой области чиновники не увидели для себя экспертных каких-то предложений Да, вот, ну, таких заметных, да, экспертных предложений Хотя дизайн и эстетика и огромное количество наработок, которые были сделаны для Олимпиады Как будто бы прошли мимо, которые, ну, в большинстве реализовывали все-таки внутри России Поэтому здесь мы можем говорить о другом аспекте Интересно, интересно, нет ли вот у тебя какого-то чувства, ну, такой, какой-то профессиональной обиды Ты как человек, который, в общем, которому нечего доказывать уже в сфере дизайна Целый ряд имен, которые существуют на рынке, были в данном случае обойдены И предпочтение было внутри тендера среди восьми агентств отдано португальцам Это не обидно тебе? Ну, во-первых, не было ощущения вообще от этого тендера, да То есть, ну, из этого же могли хорошую публичную историю в принципе, да То есть провести кампанию вообще внутри страны, чтобы люди, граждане, фанаты футбольные Предлагали свои варианты Это был бы красивый широкий жест Для него была масса ресурсов и возможностей Особенно, если мы учитываем, ну, всю достаточно хрустую внутреннюю сейчас, ну, среду, да Связанную с идеологией, да То есть была бы красивая объединяющая идея То, конечно, чувствуется определенная обида Не с моей внутренней, я в этом смысле достаточно здраво на все вещи эти и трезво смотрю А, во-первых, очень сильно раскочегаренные патриотическими лозунгами общества сейчас, да Вдруг получают сигнал такой, что вот ваш знак, молодцы, радуйтесь Но дело Португалия То есть мне кажется, здесь, конечно, как это часто происходит Определенная логика коммуникативная, логика общения, да, между чудовниками и обществом Она опять проходит некоторый раздел То есть мы говорим везде практически У нас патриотическая риторика, стремление ко всему, что будет делаться Чтобы оно делалось в России, реализовывалось в России Особенно такие важные символические проекты, как 2018 год, чемпионат мира И здесь вдруг оказывается, что помогают португальцы Но я понимаю логику следующим образом Это очень здорово сидеть на презентации, когда ты чиновник И слушать, как иностранцы тебе рассказывают про твою собственную страну Про ее культуру, ее эстетию Там есть определенная часть нашего такого, ну, там, национального Национальной любви, которую мы могли у Лескова в Левше прочитать, например, да То есть, что вот ружья не чистят кирпичом, и хорошо, вот что мы знаем Но зато приехали, и нам помогали иностранцы, как оно должно быть Поэтому технически это очень неплохо сделанная работа Просто вот с точки зрения производства Она неплохо сделана Еще один аспект хотел у тебя выяснить Как тебе кажется, кто должен принимать финальное решение Потому что вот список людей, которые были в жюри Включающих в себя как и чиновников от спорта Так и неожиданно для меня, например, Чулпан Хаматову или Дениса Мацуева Ну, то есть, комитет, который принимал решение, что именно этот логотип И должен стать символом чемпионата мира 2018 году Если бы от тебя зависело, кому бы ты делегировал право принимать такое решение и состоять в этом жюри Ну, здесь, понимаешь, тут нужно понимать что? Что есть вопросы эстетики, есть вопросы стиля, есть вопросы коммуникации, общения То есть, то, что общество отодвинули в сторонку То есть, Чулпан Хаматов отлично представляет общество Она во многих своих поступках, многих своих действиях Она последовательно и целенаправленно Так же и Мацуев, да? То есть, они последовательно и целенаправленно Гергиев там же, Гергиев Да, их влияние на культуру внутри страны Ну, сложно недооценить, либо переоценить То есть, абсолютно точно Но из этой истории с появлением логотипа, там, из космоса, да, фактически, буквально, в смысле, да, космонавты нам его показывают Вот в этой истории не хватило очень простого, очень простой человеческой истории про людей, да, про народ Российской Федерации Вот просто это была бы очень хорошая, красивая история Почему ее не сделать с самого начала такой, что мы вместе это придумаем и вместе это обсуждаем Конечно, боялись накрутки, потому что варианты из Чечни снова бы, наверное, занимали бы высшие строчки в рейтинге Да, это мы уже проходили точно Публичных сравнений я не против, кстати Я не против абсолютно подобного плана вещей Потому что они показывают, ну, определенную пассионарность регионов, например, да Потому что если бы ребята с Екатеринбурга, например, замечательное рекламное агентство «Восход» взялось бы за эту задачу Они бы, конечно, тоже что-то интересное предложили Это не теле, которое делали канализационные, то есть выбоины на дороге в виде лиц чиновников, которые должны были, по идее, быть ответственными за то, чтобы этих выбоин не было Абсолютно точно Там порядок с креативом, там порядок с чувством страны, да, с чувством события и с эстетикой там полный порядок Поэтому они могли бы быть абсолютно точно, ну, в числе представляющих страну Ну, и тогда бы и Екатеринбург был представлен, уверен, что и голосовали бы там очень много И Хабаровск мог бы быть представлен, ну и так далее, и так далее, да, если мы говорим Но мы имеем то, что имеем Мы имеем определенную обиду, часть профессионального сообщества вполне оправданную Потому что все-таки, как мне кажется, как я уверен, да, вот подобного плана проекты Ну, я себе представляю, что если Олимпиада проходит в Великобритании, то логотип делает Волф Оллинс Они в первую неделю в Волф Оллинс, когда выпустили логотип Лондонской Олимпиады, ну, опубликовали его Они получили около 50 тысяч и сразу веб-сайт, который собирал гневные петиции Нам не нужен этот логотип, мы его заменим Отражает ценности нашей страны В данном случае они тоже считают свое общество достаточно консервативным У них, допустим, внутри офиса, по коридору ты идешь, у них справа и слева висят гневные вырезы с притикой за то, какой плохой логотип они реализовали Но они сделали его за 5 лет, там, до начала, за 4 года до начала Олимпиады И он имел статус узнаваемости 80% в Великобритании после первого месяца То есть не вложив ни от Волф Оллинса, обеспечили узнаваемость этого знака за счет, ну, пресловутого вот этого вот алкобеллити То, что люди обсуждали, говорили Дейм, спасибо, я благодарю тебя за столь подробный профессиональный анализ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!